Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. И вы знаете, я посмотрела эти видосы пиратов, как они якобы ходили на днюху. Ребят, честное слово, сразу скажу. После просмотра этих двух видосов мне просто было стыдно. Мне за них было стыдно. Это такое безобразие, просто ужас. Во-первых, их никто было заметно не ожидал там увидеть. Компания была своя, было заметно, что им весело. А эти, слушайте, позорники, такое чувство, что напросились, припёрлись и неизвестно, подарили или не подарили, да причём ещё со своим якобы безалкогольным пивом, и прям боялись сесть за стол, дабы никто у них не забрал это безалкогольное пиво, зато жрали как не в себя. И привела к своим, насколько я понимаю, бывшим хахалям фовку для того, чтобы, ну, просто окончательно его опозорить. То фовка мясо ждёт, то фовка мясо наяривает, то ещё что-нибудь. И всё это связано, что она привела фовку, чтобы нажраться. Ну, а как она стояла с этой курицей, это было что-то с чем-то. И к ней подошла женщина якобы позвать её за стол. Но Нинка ж у нас дикарька. Какой стол? Ей проще вдали постоять, пожрать и поснимать. Видимо, не особо там кто-то хотел сниматься, потому что в кадр не попадали особо гости, а попадал, конечно же, фофа, попадала прожурливая Нина, которые закидывали в себя жратву. Ну, и общаться даже именинник не особо-то и хотел с пираткой. Один Ромка, знаете, под шофе разговаривал, потому что у Нинки, скажем так, свободные уши. И невзирая то, что есть камера и она снимает его на камеру, он так как поддатый, вёл себя довольно спокойно. Но я ничего не хочу сказать против этого мужичка, да, потому что выпившие все, все отмечают праздник. И да, он разговаривал, он довольно-таки прилично, скажем так, вёл себя в отличие от этой мерзкой парочки. Ребят, почитала ваши комментарии. И прям, знаете, вот ещё, когда я не смотрела эти видосы, а уже прочитала ваши комментарии под своим предыдущим обзором, я уже поняла всё, что там происходило. И, знаете, вот честно, правда, можно было просто на одних комментариях обсудить эти два видоса, но мне же, конечно, было интересно, что же там такое происходит. Но, ребят, это просто жесть, это просто ужас. Конечно же, заявленного отрыва там не было, где они там оторвались, ежели только обожрались, вот в этом я соглашусь, потому что запихивали в себя только так, да. Даже когда куда-то якобы на прогулочку уходили, вернулись, и тут же, тут же прям глотали эти куски с мясом. Это просто отвратительное зрелище, ребят, просто позорище. Ну, пиратка просто хотела, видимо, показать нам, что у неё есть друзья, да, что она ходит в гости, она встречается с друзьями. Ребят, вот стопудово эта ответка, что она общительная. Нин, мы видим, какая ты общительная, что с тобой уж точняк никто не хочет общаться. Ну, просто выпившие мужики. И чё, выпившие, как всегда, любят поговорить. Это тебя и спасло. Но такого позора я, если честно, не ожидала. И отрыва никакого не увидела. Лишний раз опозорились. И комментариев, да, добрых, конечно же, не заслужили. Вовка, как всегда, в своём репертуаре. Да, прежде чем сожрать, нужно губошлёпами сделать разгон. И ничего его и никто не смущает. Да, а бы пожрать, а Нинке лишь бы унизить и опустить ниже плинтуса своего любимого Фофу. И вот я не знаю, как на это и правда реагирует Наталья, как на это реагирует Иван, отец, Фофы. Я вот не понимаю, неужели они не видят, насколько она его унижает? И постоянно причём. И в компании своих же друзей, своих бывших хахалей, она унижает, ну, мужа, получается. Муж законный, любимый, как она говорит, муж. И так унижать, ну, это уже просто ниже дна. Опустилась ниже дна. Тут даже уже не знаешь, как и сказать. А при разговоре с мужиками что она говорит Вове? Жуй шашлык! Да, типа, закрой рот и якобы молчи, ничего не говори. Это просто ужас. Это рядом стоящему мужу, который, по сути, должен быть главой семьи, он ей должен затыкать рот, а не она ему. А она его опускает ниже плинтуса. Фу! Позорище! Стыдобище! Кошмар, ребят! Мало того, что припёрлись в каких-то пижамах, якобы на днюху. Ничего не подарили, нам только сказали. Обожрали, так ещё и опозорились. И вы заметили, что с Нинкой никто из женского пола даже не соизволил поговорить. Да, только пьяные мужики и разговаривали. Как я и говорю, ребят, выпившие мужики, да, язык развязан, поговорить охота. А женщины, даже выпившие, не рискнули разговаривать с этой бабищей, потому что понимали, кто она есть. Да и никто там не ждал эту парочку, эту наглую парочку, потому что была своя компания, своё застолье, своё веселье, а эти были просто лишними, просто проходящими прожорами. И что интересно, пиратка и здесь решила понтануться своим Солярисом. Но всем, кому она хвастается своей машиной, все, да, говорят одно и то же. Машина, как машина, Солярис, как Солярис. И ничего сверхъестественного, но пиратка готова порваться. Вы ж представляете, Нина-пиратка фуфлику купила машину, да прямо Солярис, да. Правда, Нина умалчивает, сколько за него заплатила, и не рассказывает, что там всё ржавое, и, в общем-то, машина из такси, да и колодки менять надо, и колёса тоже, и требует она приличных вложений. Поэтому не такой уж он Солярис, как Солярис. И также, ребят, не могу не отметить, потому что мои подписчики попросили обязательно отметить этот момент. Прямо зачитаю комментарий. Оля, завтра в обзоре вы обратите своё внимание на остром моменте. Мужичок пошёл пописюнькать у дерева. Эта курвятина с таким удовольствием это показала, и после такого её поведения она хочет любви от людей. Пьяный проспится она никогда. А её муж кровати обосстал во всех гостиницах, а она решила посмеяться над чужим мужем. Правильно её всю жизнь все ненавидят. И действительно, ребят, момент этот я нашла. Я его изначально упустила, так как всегда смотрю на скорости. И этот момент на тринадцать двадцать пять. Она действительно засняла и зациклила внимание на этом моменте. Позорница, у меня больше нет слов. Мало того, что она своего мужика унижает, а она унижает, ребят. Она рассказывает и сама, да, про обоссанные простыни, матрасы, и на матраснике, и показывает нам это. И сцена Вовку показывала. Правда, потом пришлось ей вырезать. У меня до сих пор, ребят, есть эти кадры. И поэтому ей показывать чужих, вот ей по барабану. Но она, видимо, не думает, не думает, что ей за это как раз-таки и прилетает. И потом она задумывается. Ой, а за что ж прилетела? А рассказывает нам про бумеранги. А сама получает эти бумеранги только так, прям один за одним. Нет слов, ребят, один позор. Вот реально просто один позор. Приехали, опозорились. Причём имениннику нужно было сидеть как раз-таки рядом с этими двумя шкафами, которые запихивали в себя это мясо. Только так пришли, обожрали и умотали. Потом Ромке пришлось ещё и разговаривать с ними для видео. И в какой такой они ушли отрыв, непонятно. Ну, в принципе, отрыв это, наверное, что оторвались и умотали по-быстренькому домой. И дома ещё дожирали, не нажирались. Да, с собой кастрюльку им не дали с мясом. Как они тащат обычно, когда жарят с Натахой и с Иваном шашлык. В общем, ребят, как-то так. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.